Попью кофе, которое не кофе, с молоком, которое не молоко, и буду продолжать работать. Говорят, что если вы можете замечать красоту вот в таких мелочах, значит, с вами всё в порядке. Значит, не совсем ещё ку-ку. То я, может быть, даже послушаю. Не зря пришла. Интересно, вам поснимаю. Доброе утро, друзья. У меня здесь уже готовится то ли обед, то ли завтрак, пока непонятно. Скорее всего, будет готово, наверное, ближе к обеду, потому что завтрак уже прошёл. Здесь как раз то самое мясо, филе бедра индейки, да? Так, сейчас я его хочу немножечко обжарить. И, не знаю, наверное, я приготовлю капусту. Что-то, честно говоря, мне ничего не хочется, но что-то приготовить нужно. Поэтому, да. Поэтому пока так в процессе решу, что это будет. Пока даже не знаю, буду показывать вам, да. Девочки, у меня тут и рабочий процесс, и покушать нужно. Сейчас буду ехать к маме, и нужно заехать ещё там в магазины и так далее. Поэтому перекусить хочу ещё. Даже не завтракала, яблочко съела и всё. Что я хочу сказать? В итоге я решила приготовить капусту. Здесь мясо, лук и капуста тушёное. И что вы думаете? Я только сейчас, когда уже закончила готовить, поняла, что я забыла положить морковку. Та-дам! Вот так вот. Вот так вот. Так бывает. И, кстати, я попробовала такую капусту у мамы, я имею в виду, порезанную крупными такими квадратиками. И мы там ещё с мамой готовили таким образом. И мне очень понравилось именно не мелко-мелко нарезать капусту, как обычно, да, мы все это делаем, а крупным таким квадратиком. Ну, ещё круто, конечно, если её поджарить конкретно так, да, потом тушить. Но мне сейчас особо жареное нельзя. И вообще, да, такая вот какая-то, условно говоря, диетическая еда, она выглядит, ну, не настолько привлекательно, как какая-то привычная еда. Но что делать? Реалии моей жизни сейчас таковы, что мне пока что нельзя. Совсем скоро я уже получу оставшиеся анализы и отправлюсь к аллергологу. И тогда уже я надеюсь, что хоть что-то прояснится, и будет понятно, как дальше и почему. Ну, а пока что мне приятного аппетита, если вы кушаете, вам, конечно же, тоже. Это вкусно, я вам могу сказать, конечно, с морковкой было бы лучше, но я просто про неё забыла. Я посмотрела ей в глаза, она лежит в холодильнике, и успешно про неё забыла. Ну, ничего страшного, так тоже вкусно. Так что всё, подключусь к вам чуть позже. Девчонки, у нас с вами ещё съёмок в темноте не было. Так что у нас дебют. Я еду сейчас от мамы, уже время позднее, вечер. Пробка небольшая. Так я засиделась что-то, и здорово так мы с мамой поболтали, пообщались. Ну, в общем, с кайфом провели время с мамой. Вот, поэтому я сейчас направляюсь домой. Строительную смесь и всё вот это вот я отвезла. Что касается ремонта, он идёт не теми темпами, которыми хотелось бы, конечно. Было бы здорово, если бы всё быстрее. Но, как я уже говорила, у меня строители определённые. И как бы вот так. Вот, и здесь ситуация, что там у них не один объект, и поэтому да. Но, по крайней мере, мне уже всё, что нужно было сделать из гипсокартона, сделали. Я же как-то не поснимала вам сейчас. Я думаю, что поснимаю в следующий раз, может быть, когда буду там. Потому что мне ещё много что нужно покупать сейчас. И шпаклевать нужно. Ну, в общем, на самом деле ещё очень много чего предстоит. Вот, поэтому такие дела. Потом уже буду показывать, что там происходит у нас, наверное. Ну, а пока так. Еду в обратную дорогу домой. Вот. Вот, связалась ещё одна шапка из очень красивого такого джинсового меланжевого цвета. Покажу вам её попозже. Сегодня вот она пройдёт ВТО. А завтра я уже вам её покажу. Вот. Так, мне тоже понравился этот цвет. Вообще, я люблю, когда, знаете, цвет какой-то сложный. Но при этом он не плоский и не какой-то кричащий, что ли. Я не знаю. Ну, в общем, мне нравятся какие-то сложно сочинённые цвета. Так вот, этот один из таких. Покажу вам уже потом, по факту, когда постирается. Ну, а пока что, что? Немножко пробки. Покажу вам. Ну, хотя это как. Смотря для какого города. Для Анапы это пробка. Для Москвы это вообще. Так что, сейчас покажу. Вот. Немножечко пробки. Ну, движемся. Движемся. Это уже хорошо. На самом деле, я почему-то уже хочу спать. Вот правда. У нас так холодно. Ветер. У меня раскалывалась голова ещё со вчерашнего дня. Много всевозможных событий, которые этому способствуют. Но что имеем, то имеем, да? Вот. Часть анализов своих, кстати, я уже получила. Но об этом позже. Ну, а пока вот так вот. Немножко в пробке. И я дома. Друзья мои, у меня тут происходит упаковка. Хочу вам немножко показать этот процесс. Бумагу, в которую я упаковываю. У меня на отправку готова шаль, которую я вам показывала в предыдущем видео. Всё. Мне её нужно сегодня отправить. Она постирана. Ну, конечно, когда хозяйка её получит, ей нужно будет её отгладить немножко. Потому что в любом случае, пока будет идти посылка, шаль сложная, она помнётся. Но это совершенно несложно и поправимо. Значит, смотрите. Я упаковываю свои посылки обычно вот с такую крафтовую бумагу. Покупала я её, по-моему, в магазине Бау Центр. Ну, её можно купить где угодно, на самом деле. В каких-то таких плюс-минус строительных, либо в магазинах для творчества. Мне вообще в целом очень нравятся упаковки именно крафтовые. То есть, не знаю, вот этот вот какой-то такой, знаете, налёт натуральности какой-то. Мне очень нравится. То есть, если передо мной поставить там коробочки какие-то все разноцветные и какие-то стильные крафтовые, да, либо упаковки, я всегда выберу крафтовые. Мне это как-то вот больше по душе. Так, что ещё хочу показать. Следом тут же начала вязаться у меня шаль из пухонорки. Она будет белого цвета. Она такой красивый белый. Знаете, он какой-то не холодный, не кипельный белый. Но при этом всё, он вот такой вот беленький и тоже пушистый. Класс вообще. Вчера вечером начала, вяжу с удовольствием. Просто кайфую от этой шали. Так что пока что не буду ни говорить, ни цену, ничего. Когда она будет готова, тогда уже и покажу. Может быть, вообще себе оставлю. Может быть, так же будет на продажу. Но посмотрим. Пока что так. Так, ну что же, давайте я упакую и покажу вам уже готовый вариант. Мне на самом деле уже нужно бежать на почту, чтобы успеть отправить. Не хочу затягивать. Хочу, чтобы побыстрее девочка получила свой заказ. Поэтому, друзья мои, вот так выглядит итоговая упаковка. В общем-то, что мы поехали на почту. Ну, мы, в смысле, я и моя шаль. Вот эти ленты, которые я покупала, крафтовые, фикси. Хватает где-то, ну, вот таким вот образом упаковки на три. Там не очень много этой ленты. Но, тем не менее, очень красиво. Мне безумно нравится. И я надеюсь, что тем, кто получает мои посылки, тоже нравится. Вроде бы да. Потому что мне девочки присылают отзывы. Я особо их нигде не свечу. Да, я не показываю, что там вот. Мне такой отзыв написали о моем изделии или о моей упаковке. Ну, спасибо, девочки, если вы будете смотреть. Те девочки, которые отправляли мне фотоотзывы моих изделий, которые были куплены у меня. Или упаковки. Такое тоже бывает. Мне очень приятно. Я рада, что вам нравится. Поэтому, да. Ну, что же, все. Я помчала на почту. И подключусь к вам уже, наверное, попозже. Так, девочки. Я в Анапе заскочила. В смысле, понятное дело, что я в Анапе, да? Я в Анапе заскочила в фикс прайс. Кое-что здесь было. На отдельное видео не буду. Это все покажу вам уже дома, что купила. Так, по мелочи самое необходимое. Кое-что из того, что вы мне советовали. Стало немножечко потеплее. Посылочку я отправила. Так, а кто мне так испачкал колеса? Мне вот интересно. Вот это я так. Что я хочу? Я хочу сейчас пройтись немножко. И что сделать? Заказать. Ну, в смысле, купить себе кофе. И попить кофеечек. Потому что у нас прохладненько так. Ну, где-то, наверное, плюс 10, судя по прогнозу. Хотя тоже у нас было плюс 6. Я вам говорю, что очень холодно. Я мерзну, у нас похолодало. А вы мне пишите, да, Таня, мерзнешь, блин. Плюс 6, когда у нас минус 20. И снег хрустит. Ну, да, вот такая вот история. Так, во все заведения, где так или иначе связаны с питанием, у нас QR-коды. По-другому не зайти. Я направляюсь к морюшку. И заодно хочу попить кофеечек. Так что, да. Кстати, девочки, погулять в Услане я одна. Очень многие сейчас гуляют с детками, с колясками. Погода такая приятная. Не холодно. И я, кстати, вот в этом своем пальто, в фаберлик, о котором разговариваем мы с вами в нескольких видео, еще, да, мне нужно красить волосы. Я купила то, что мне не достает для этого. Вот, так что все гуляют, как вы можете видеть. Погода, слава богу, позволяет. Осталось только найти, где здесь кофе. Судя по тому, что люди с кофе, где-то он рядом. И да, пальто классное. Я прям, видите, мне очень ему нравится. Так, идем искать кофе. Классно. Спокойно так, тихо. Из кафешек раздается музыка. Люди повыходили. Ну, в принципе, люди-то всегда гуляют. Ну, просто сегодня вот на солнышке прям так приятно, тепленько. Давайте на морюшку посмотрим. На море, как всегда, куча птиц. Чайки. Утки. Вот так. Пахнет морем. Очень приятно пахнет морем. Ах, как хорошо. Литра нет. Так, ладно, где-то тут должен быть кофе. Вон, по-моему, да, вижу. Вижу, вижу. Здесь так интересно высохли вот эти вот кусты. Прям прикольно, пушистики. Видите? Как на поле с пшеницей. Букашки всякие летают. Пчелки даже. Классно. Такое еще не что. Скоро лето, да? А нет, скоро зима. Класс. Говорят, что если вы можете замечать красоту вот в таких мелочах, значит, с вами все в порядке. Значит, не совсем еще ку-ку. Красота, девчонки. Немножко вдохновения, да? Так, я доберусь сегодня до кофе, я все-таки надеюсь. Девчонки, взяла себе ланта на соль в молоке. Классно. И смотрите, что я тут вижу. Картины. Интересно. Ну, тут часто, кстати, на набережной какие-то такие вещи. Благотворительный проект искусства в массы. Помощь проекта. Ну, вот, смотрите. Мало ли, вдруг кто захочет помочь проекту. Вот вся информация. Меня она не касается. Для тех, кто волновался. Добрый день. А что у вас за проект? Что значит искусство в массы? Вы, кстати, попадаете на YouTube-канал. Можете рассказать, вдруг кто-то захочет поучаствовать. Я думал, вы тут копируете, оказывается. Не, мы рассказываем о шедеврах мировой живописи. Во-первых, наша цель какая? Побудить молодое поколение сегодня начать ходить в музей. Потому что изобразительное искусство, оно положительно влияет на формирование личности. К сожалению, мы сегодня упустили этот момент. И государство осознает. Сегодня проект пушинской карты, он направлен как раз на это. Но мы действуем в формате своего проекта. Мы рассказываем о истории написания картины, о истории сюжета, о истории художника. Человек, когда приходит просто в музей, он видит лишь художественную составляющую, но не понимает, почему автор выбрал тот или иной сюжет. Мы как раз просвещаем, побуждая людей все-таки любить искусство. Вот в этом наш проект заключается. Замечательно. Спасибо. Супер. Вот так вот, девочки. Это очень хорошо. Ну, если кто-то захочет помочь, то вы поняли, что нужно делать, да? Класс. Ну, такой ванах тоже бывает. Сейчас будет лекция, в 2 часа начинается, будет рассказывать о русской живописи. Не знаю, сколько сейчас время, но с учетом того, что классная такая погода, тепло, то я, может быть, даже послушаю. Не зря пришла. Интересно, вам поснимаю. Ну, что, у нас тут прямо мероприятие в разгаре, много людей слушают. Я присоединяюсь, немножко была занята, тут уже подтянулись люди. Пойду в сторонку, что постою. Если Христос воскрес, то и мы воскреснем вместе с ним. Вот открытая лекция. Буквально вот это предложение, оно перевернуло его сознание. Эти слова, они укоренились в его сердце. Если Христос воскрес, значит и мы воскреснем вместе с ним. И вы знаете, у него пришло переосмысление, он понял, что жизнь человека не кончается земным бытием, что жизнь продолжается, что жизнь есть вечная. И он с надеждой возвращается домой, берет кисть, и он понимает смысл этого как раз отрывка. Он берет кисть и рисует. Так, девочки, это было очень даже интересно. Я уже еду сейчас домой, все, что я хотела купить, я купила. Опять у меня болит голова. Я вам что хочу сказать, мои хорошие. Я, наверное, сделаю отдельным видео. Вот это как раз мероприятие, которое было по картинам, потому что на самом деле есть что послушать. Очень интересно рассказывали. И рассказывал, вот молодой человек, про картины, и про художников, и про историю создания, и так далее. На самом деле это было очень интересно, мне понравилось. И я хочу, чтобы вы тоже послушали, не отвлекаясь ни на какие другие темы, посмотрели. Вот, классно, мне понравилось. Собрала я, кстати, неожиданно для себя, кучу комплиментов. Попала кому-то в кадр. Ну, в общем, было интересно. Осыпал меня комплиментами пробегающий мимо взрослый мужчина, занимавшийся спортом. О том, какая волшебная, красивая и вообще. Это очень приятно, кстати, да, когда вот мы получаем просто так комплименты даже от пожилого человека, пробегающего мимо. Ну, это очень приятно. Так, а сейчас я в направлении домой. Уже почти подъехала. Тут, кстати, такая дорога плохая, вообще катастрофа. Вот, несмотря на то, что цены на Землю здесь, как, не знаю, как в космосе, блин, на Марсе, наверное. Один миллион. Даже какой один миллион? Не один миллион, больше миллиона за сотку. Представляете? Вот, ну, в общем, я почти приехала. Наверное, сейчас я приду, покажу вам, что я там взяла в фикс-прайсе. И мы будем с вами сворачиваться. Потому что мне еще нужно отредактировать этот влог и выпустить его вам. Девчонки, из покупок фикс-прайса давайте я вам покажу, что я взяла. Чуть-чуть по хелестин, да. Захотелось мне взять вот такие конфетки Рэнди. Но иногда, в общем, хочется сладкого. Особенно, когда настроение не фонтан, да. Хочется чего-то сладкого. Это всем известно. Поэтому взяла. Но придется потерпеть. Так как в эту субботу я уже записана к аллергологу. И можно мне такое или нет будет зависеть от того, какой вердикт, в общем-то, он мне вынесет. Поэтому пока что конфетки будут лежать и смущать меня своим присутствием. Но есть их не могу. Дальше. Еще из съедобного. Кстати, надо посмотреть, сколько это не молоко стоит в фикс-прайсе. Я, как обычно, даже не посмотрела на цену. Взяла. Вы мне рекомендовали, опять же, овсяное классическое. Но пожирнее, да. Оно вкуснее, вы мне писали. Потому что овсяное я брала, и я брала полуторапроцентное. Ну, как бы в моем случае, с учетом того, что я и так вешу как барашек сейчас, я реально похудела за... Ну, в течение года, наверное, да, постепенно. Не желая того сама, если честно. Но как-то вот похудела. Не скажу, что я плохо себя чувствую в этом весе. Но да ладно, сейчас мы не об этом. В общем, взяла вот такое вот более жирное. Хочу попробовать. И, знаете, еще там есть миндальное молоко, я видела в фикс-прайсе. Но сначала, конечно, рука потянулась к нему. Я хотела взять миндальное. Там и состав неплохой. Но дело в том, что мне сейчас, опять же, никакие орехи, ничего такого нельзя. И тут, кстати, да, смешной момент. Мне несколько комментариев прилетало по поводу того, что, Таня, прикольная, веселая жизнь. Блин, молоко не молоко. Кофе не кофе. Да, вот такой сейчас момент. Молоко, блин, не молоко. Кофе не кофе. Вообще жизнь не жизнь. Что к чему, непонятно. Ну, в общем, взяла вот это. Буду пробовать. Надеюсь, что мне понравится. Потому что вы писали, что вкусное. Так, ну, как обычно. Взяла воду, забыла оставить ее в автомобиле. Потому что специально для машины я брала эту воду. Ну, чтобы была. Как всегда, беру святой источник, не козированный. Это единственная практически вода, от которой не хочется пить еще больше. Знаете, бывает, купишь воду, выпьешь. И пить хочешь еще больше, чем до. Поэтому, да. Так, и что? О, и последнее, что я взяла. Вот этот набор для окрашивания волос. Потому что мне нужно уже покрасить волосы. Я вам говорила об этом и показывала свою краску, которой я пользуюсь. А именно Матрикс. Вот. И вот такой наборчик я взяла. Конечно, все эти штучки, они у меня есть. Но, как вы понимаете, они у мамы. И они где-то в коробках. И найти сейчас вообще нет никакого желания в этом ковыряться во всем. И, ну, как бы, зачем, да. Так, давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут по чеку получилось, да. Я там списала еще какие-то баллы. Так, значит, что я хочу сказать. Не молоко, судя по всему, 77 рублей. И это, по-моему, дешевле, действительно, чем в других магазинах. Так, и набор для окрашивания 84. Ну, я так полагаю, 84 это 99, да. Потому что баллы я списала. Ну, и конфеты 55. Вот. То есть, за минусом баллов у меня тут получилось 216 рублей. Ну, то есть, вот вообще, да. Ну, понятно, что тут ничего особо нет. Но именно это мне было нужно. Больше ничего. Я так пробежалась. Думаю, что-то интересное. Ну, или либо настроения особого нет у меня сейчас, знаете, затариваться, да и зачем, другой вопрос. И больше мне ничего не понадобилось. Я смотрела на ассортимент, но как бы мне ничего не нужно. Что я буду брать? Ну, в общем-то, вот так, девчонки. Так, ну что, мои дорогие, пошла я редактировать этот вложек. Надеюсь, он вам понравится. Пишите в комментариях, интересно вам вообще или нет. И про картины в том числе. Так, все, да. Пошла редактировать. Попью кофе, который не кофе, с молоком, которое не молоко. И буду продолжать работать. Все. Вас за... За. Вот за. Что за? Вас на этом хочу поблагодарить за внимание. Пожелать вам всего самого-самого прекрасного, крепкого здоровья, отличного настроения. Любите и будьте любимы. Я же, как всегда, люблю, целую. Пока-пока. Пойду, попрошу прощения у отца. Он вспоминает, что слуги в доме отца намного лучше кушают, чем он. Вот с этими мыслями, что отец его возьмет в качестве слуги, и даже не в качестве сына, он возвращается в дом, в Сибирь. Вы знаете, самое трудное – это просить прощения. Даже если мы неправы, нам тяжело переступать через себя.